Казанский федеральный университет является крупнейшим естественно-научным центром, в стенах которого с момента его основания и по настоящее время проводятся исследования взаимодействия человека и природы. Предшественниками развития экологического направления в ВУЗе можно считать крупнейших русских ученых, осуществлявших в Волжско-Камском крае естественно-научные исследования. С тех пор институт начал работу над модернизацией программ подготовки специалистов в области рационального природопользования и охраны окружающей среды, а как следствие разработку новых методических подходов к учебному процессу. На данный момент институт экологии предоставляет студентам прекрасную возможность обучаться на множестве востребованных направлений. Магистратура темой отличается от бакалавриата, что она направлена в основном на разработку у студента навыков исследовательской работы. И, конечно, наш институт предоставляет широчайшие возможности уже потому, что мы собрали первое, это высоко квалифицированных специалистов, которые занимаются исследовательской работой обязательно, и мы привлекаем их в качестве преподавателей. И, во-вторых, что очень важно, это очень мощная, очень современная приборная база. Также институт экологии и природопользования предоставляет студентам отличную возможность заявить о себе, поступив на одну из четырех магистрских программ. При поддержке университета им предоставляется возможность реализовать свои проекты в области экологии и биологии. Современное технологическое оснащение университета поможет студентам на всех этапах развития своих собственных исследований, а также даст им хороший багаж знаний, которые они спокойно смогут применить для трудоустройства в будущем. Но здесь мне нравится именно техническое оснащение лаборатории, нравится новое направление, для меня это новое направление, и это расширяет мой кругозор, в том числе знания новые получаю, какие-то новые навыки. Помимо этого, студенты, окончившие бакалавриат и уже имеющие опыт работы в крупных компаниях, также смогли попробовать себя в чем-то новом в рамках программы по так называемому повышению квалификации. По словам студентки первого курса магистратуры Златы Осморской, после получения бакалаврского образования в Московском государственном университете, компания Бионоватик предложила девушке поступить на уникальное магистрское направление – системная биотехнология и архитектура живых систем, где Казанский федеральный университет предоставит студентам возможность реализовать себя и свои проекты. Бакалаврское образование мы получали с Никитой в Московском государственном университете в Москве, далее нас пригласили сюда в Казань работать в компанию Бионоватик, и у компании Бионоватик очень хорошее отношение с Казанским федеральным университетом, и сам университет выступил с предложением о том, что у нас стартует такое магистрское направление, как системная биотехнология и архитектура живых систем, и не хотите ли вы, ваши сотрудники, принять участие, поучиться на этом направлении. Нам предложили наши работодатели поучиться, и мы, как люди, которые только, условно говоря, вышли из обучения, нам хотелось вернуться. Почему? Потому что получение информации – это очень хорошая возможность в целом развивать себя. Кроме того, студенты все как один отмечают техническое оснащение лабораторий Института экологии и природопользования, где большая часть из них проводит свои исследования. Также немаловажной частью является сотрудничество с крупными компаниями, которые на базе вуза занимаются крупными проектами и разработками, а также тесное сотрудничество вуза с этими самыми компаниями, которые каждый раз вносят в программу обучения что-то новое. Основная задача этих изменений – поддерживать в вузе обучение только на востребованные специальности, чтобы в недалеком будущем принести своими знаниями в науку что-нибудь новое. Да, наш институт сотрудничает с различными компаниями, наш институт сотрудничает и с организациями. Как правило, это начинается, ну вот наш личный опыт, с того, что компания делает нам какой-либо небольшой хоздоговорной заказ. И если мы его выполняем качественно, а многие компании сейчас приходят к исполнителю, смотрят на каком оборудовании выполняется заказ, да, то есть насколько в лаборатории поставлены все аналитические методы, как производится обсчет, то есть предприятия хотят получить не просто написанную какую-то бумажку, а быть уверены в том, что это реально выполняется. На базе института студенты-магистранты могут также реализовать проекты, которые впоследствии станут основой для развития новых направлений разработок. Например, студент магистратуры Никита Ёшкин занимается реализацией проекта, связанного с нефтью и нефтедобычей, который даст нефтедобывающим компаниям больше информации о работе с нефтью и о том, как биосульфактанты влияют на добычу. Таким образом, институт экологии и природопользования является уникальным подразделением, сочетающим подготовку специалистов для разного сектора экономики и управленческих структур, способных обеспечивать развитие производств при минимальном воздействии на окружающую среду и рациональное природопользование, а также специалистов для исследовательских организаций, способных выявлять механизмы функционирования окружающей среды.